Плот на воздушных шарах строят два ярославца. Алексей Цибаев и Александр Галюгин. Сейчас находятся буквально в шаге от воплощения давней мечты. Ребята планируют на самодельном плоту добраться по Волге к морю. И для этого им нужен полиэтилен, бамбуковые палки и бесстрашие. Подробностью Анна Мельник. Здесь происходят основные наши действия. Небольшой гараж Алексей и Александр превратили в судостроительный завод. Сюда по почте пришли бамбуковые палки. Это основа плота. Их скрепляют полосками резиновой камеры. Мачта алюминиевая, а каркас двух гондол из труб ПВХ. Саму гондолу, которая в трубах из труб ПВХ сделана, мы их обтянем встреч пленкой, а внутрь воздушных шариков. Если они начнутся лопаться, значит мы протекаем. Нам надо срочно идти к берегу. Идея дойти по Волге до моря возникла у ребят давно, во время сплава по котросли на надувных лодках. Это будет экстремально и местами безумно, уверены парни. Но подготовка не шуточная. Работают уже несколько месяцев. Если что-то сломается в дороге, чинить будут подручными средствами. На место бамбуковой палки подойдет любая другая. Здесь будет у нас палатка. Дальше парус будет стоять. На парусах никогда не ходили. Будем пробовать и учиться. Размер 3,5 на 4 метра. Вес 60 килограммов. Важно сделать конструкцию очень легкой, чтобы вдвоем можно было перенести плод по берегу. Там, где по воде пройти нельзя. Плыть собираются налегке. Одежда, спасательные жилеты, видеокамера, провианты на пару недель. И никаких вредных перекусов. Готовить будут каши и супы. Смастерили щепочницу. Работают тупо на щепках. Из тормоза. Здесь дырочки, здесь дырочки. И сверху дырочки. Горение происходит. И еще плюс повторное горение самих газов. Решили совместить стол с креплением для матча. Здесь мы просверлим отверстие, сделаем крепеж. Отсюда будет выходить матч. Маршрут проложен у берега. Заходить на фарватер незарегистрированному судну запрещено. На время путешествия Алексей, мультипликатор и промышленный альпинист, уйдет в отпуск. А вот Александр, монтажник интернет-сетей, написал заявление об увольнении. Да, я уже уволился. Мне осталось отработать до пятницы. А может, еще что-нибудь новое захочется. Как говорится, путешествие меняет людей. Может, я вообще передумаю работать. Разбивать бутылку шампанского, как положено при спуске судна на воду, молодые люди точно не будут. А в конце плавания хотят разобрать плод и отправить его почтой обратно в Ярославль. Пробное путешествие. Ребята планируют отправиться уже в ближайшие выходные. И если плавание в тестовом режиме пройдет нормально, то уже 1 мая путешественники стартуют отсюда, с центрального пляжа. И через два месяца планируют добраться до моря. Анна Мельник и Сергей Загозкин. Вести. Ярославль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова